Первый турнир после завоевания чемпионского титула и громкая победа Валентины Шевченко скрасили 238-й турнир UFC. Удар нашей соотечественницы ногой в голову соперницы по праву считается одним из самых ярких моментов состязаний. Давайте посмотрим. То, что это было блестяще, однозначно после окончания турнира президент бойцовского чемпионата UFC Дана Уайт отмечал самые лучшие выступления. Валентина Шевченко оказалась в списке отличившихся. Фанаты ликуют. Достойное уважение. Очень рад за нее. Валентина Космос. Скорейшего восстановления и новых побед. Валя, с победой так держать. Будь всегда первой. Кыргызстан с тобой. Валентину поздравили представители кыргызской диаспоры в Чикаго. И даже он, сам он, оперативно поздравил спортсменку. Сауранбай Джейнбеков позвонил Валентине сразу после боя. Вот только его звонку комментаторы не так уж и рады. Президент, дорогая соотечественница, поздравляю тебя. Эй, Валя, я тебя поздравить сейчас хочу. Чистый сердце МНН. Давай от души. А мне кажется, это здорово, когда глава государства отмечает спортивные успехи своих сограждан. Кстати, после боя у Валентины прибавилось подписчиков в Инстаграме. Сейчас их количество перевалило за миллион. Ну и на этой приятной ноте я перехожу к соседнему Казахстану. Там прошли выборы. Президентом страны стал... Внимание, барабанная дробь. Касым Джомард Такаев. Неужели? Обалдеть вообще, как такое возможно? Да неужели? До конца подсчета интригу держали. По официальным данным Такаев набрал больше 70% голосов избирателей. Правда, не все казахстанцы верят, что выборы прошли честно. Сеть запостили видео, на котором мужчина запросто поджигает надпись от ручки, которой граждане делали свой выбор. На волне этих громких событий вроде как и забыли про полпреда Чуйской области, который заставил биться в истерике почти всех представителей отечественных СМИ. Тыгона Аллы Абдраимов отказал журналистке в комментарии, потому что ему не понравилось ее лицо. Ну, после этого извиняться губернатор не стал, а напротив наговорил еще больше нелепостей. И теперь про него создают мемы. Потом Абдраимов предложил отправлять недовольных кыргызстанцев в Индию, чтобы они посмотрели, как плохо живется там и радовались тому, что есть здесь. Пока чиновник за свои высказывания никакого взыскания не получил. Но посмотрим, что будет дальше. А пока познакомлю вас с поэтом Демьяном, который спел забавную песню про собачью жизнь. Бау-ау! Собака, все прекрасно! Че говорить, без уха! Три лапы, хвост, нос, морда и два уха! Все норовят погладить спинку нам почесать брюхо! Оно понятно ведь, с нами жить веселухо! Этот молодой человек снимает свои видео абсолютно на любые темы. Всем кинорайоне, работа гаишников, игры престолов. На все найдется его музыкальный ответ. Так что рекомендую подписаться. И, кстати, подписаться можно на еще одного очень интересного персонажа в сети. Экс-президент Алмазбек Атамбаев открыл свой канал на ютюбе. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, в общем, все вот эти вещи. А у меня на этом все. Олеся Цурикова, Маназбакешев, Кусан Гафиров. Телеканал Апрель. Редактор субтитров А.Семкин